Да будет свет! Караган-де-Жарык поможет вывести шахтерскую столицу на европейский уровень. Так говорят специалисты этой компании. Сейчас по всей Караганде активно вводится автоматизированная система коммерческого учета энергии. А также выполняется большой объем строительных и электромонтажных работ. Что нового еще готовит Караган-де-Жарык? В материале Аиды Ибраевой. Вот и я. Уже третью мясорубку, между прочим, электрическую купила. Но что вот сейчас напряжение такое у нас хорошее. Купила опять новую мясорубку, крутит замечательно. Блендер отдала соседке, подавила, потому что он не работал, когда не было напряжения. А сейчас вот послушаю. Елена Коробкова теперь с удовольствием готовит любимые блюда, не переживая за внезапное отключение электричества. Ведь частный сектор Октябрьского района считался одним из самых проблемных по снабжению электроэнергии. Но сегодня ситуация меняется. Свет, конечно, сейчас просто замечательно. Хорошо. Ну вот правда, что может быть работа ведется на улице, но очень часто выключают. На целый день. Вот это очень неудобно. Тут еще говорят про это 21 декабря, конец света. И думаю, что ну все, наверное, наступил уже этот конец света. Конца света не будет, утверждает представитель электропередающей компании. С начала 2011 года, то Караган-де-Жарык успешно реализует ряд мероприятий по технической модернизации сетей и энергетического оборудования компании во всех районах Караганды. Только в этом году произведен монтаж 11 распределительных пунктов. Установлено 65 комплектных трансформаторных подстанций. Заменено свыше 260 километров воздушных и кабельных линий. ТО Караган-де-Жарык продолжает работы по реализации инвестиционной программы 2011-2015 год по модернизации существующих сетей и оборудования. Замена открытых неизолированных воздушных линий проводов на самонесущий изолированный провод позволит снизить потери и нормализовать напряжение в сети, свести к минимуму количество аварийных ситуаций. Также ТО Караган-де-Жарык проводит ряд мероприятий по модернизации панели внутри существующих трансформаторных станций. Но для того, чтобы жители могли получать качественную электроэнергию без перебоев и помех, необходимо набраться терпения, говорит представитель Караган-де-Жарык Дамир Сатаев. Работы по модернизации распределительных сетей связаны, естественно, с кратковременными отключениями во время проведения самих работ. Делается для того, что по правилам техники безопасности в первую очередь люди не могут работать под напряжением. Мы просим всех карагандинцев с пониманием отнестись к нашим мероприятиям. На сегодняшний день в Караганде в рамках создания АСКУЭ автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии установлено около 100 тысяч приборов учета. Новые счетчики позволят более качественно отслеживать потребление электрической энергии, гарантировать своевременное и, что очень важно, точное снятие показаний. Автоматизированный режим почти не требует человеческого участия. Все данные будут передаваться непосредственно на центральный диспетчерский пункт компании. Сейчас работники Караган-де-Жарык выполняют строительные электромонтажные работы по всему городу на юго-востоке и здесь, в Октябрьском районе. По улице Розы Люксембург уже были заменены старые провода на новый самонесущий изолированный провод. Параллельно с реконструкцией воздушных линий также проводится замена приборов учетов, счетчиков. По словам работников Караган-де-Жарык, выполнение текущих работ на все 100% позволит вывести Караганду на новый европейский уровень по автоматизированному учету электроэнергии. Аида Ибраева, Сергей Високосов, Евгений Афанасьев, Первый Караганинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова